И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, по счёту нас будет 239 серия. И да, я пытался, терпел, взялся в руки, хотел не смотреть One Piece на протяжении недели, но хватило меня по итогу на 3 дня. На 3 дня, то есть я не смотрел с прошлой серии, не смотрел уже One Piece 3 дня, вот, и не вытерпел, собственно, почему сейчас берусь за 239 серию. Ну просто плюс-минус интересно именно, что будет дальше. Также начнём смотреть с самого начала, и мне в комментариях писали о том, что после 237 серии, в принципе, можно смотреть опенинг, потому что ты никаких уже, в принципе, спойлеров касательно конкретно именно этой арки не словишь, да? Вот, поэтому начинаем смотреть сначала, и, собственно, прослушаем опенинг, вот этот вот новый, который появился в Water 7. Так что да, ребята, будем приступать, но перед этим не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, а также подписываться на Телеграм и на Твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра, и погнали смотреть! Да, конечно, ну что ж может быть, ну это ж, ну, знаете, это уже традиция. Это уже традиция, то есть это должно произойти, когда я запускаю, и вот почему-то, как в прошлый раз, я помню, несколько дней не смотрел Ван Пис, и то же самое произошло, и сейчас не смотрел несколько дней, и то же самое. Чё оно, блядь, у меня сбрасывается, всё, скотина, всё, везде, нормально теперь. Такие сильные! Почему? Хотя бы скажите, почему? Это мы бы хотели знать, почему. Преступниками, вторгшимися в главный офис и стрелявшими в Эйсберг Сана. Были вы, я прав? Чё вы там сказали про Эйсберга? Ну, сейчас узнаешься нами, послушаешь. Это бред! Зачем нам такое делать? Будешь строить из себя невинную овечку? Ну, мы ведь ни в чём не виноваты! Для Луфи это как обухом по голове, да? Вы с самого начала планировали убить Эйсберг Сана? Так, петух, несмотря на меня так грозно. После вчерашних событий, я не знаю, как устроены пиратские мозги. Но зато я знаю, что вы преступники, и мы не дадим вам свободно разгуливать. Вон, преступник! Не прав насчёт преступников, ну и по поводу мозгов. Абсолютно омерзительно! Вряд ли кто-то знает, что в мозгах у Луфи, и это как будто не способно. Так, он не умрёт от рук таких гнид! Поскольку вы не успокоитесь, пока не убьёте Эйсберг Сана! Мы убьём вас здесь! Живым или мёртвым? Только вдумайся! Ты понимаешь, что это значит? Чтобы мы с вами не сделали, пираты, никто и бровью не поведёт. В этом мире закон не на вашей стороне. Тут да, тут я согласен. Да уж! Мы имя, что это значит? Вне закона! Я знаю! Однако! Вы ничего не знаете о Робин, так что не несите всякую чушь! Луфи был бы не Луфи, если бы не отстоял бы честь Робин, да? Вон Пиас! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что сказать по самому опенингу? Знаете, может быть, это будет громко сказано, и может быть, я не прав, потому что... Не так-то много на протяжении своей жизни я посмотрел, но почему-то мне кажется, что таких опенингов уже не делают. Я не знаю, как это выразить словами, но... Что в Наруто, в большинстве, что в One Piece, да, эти опенинги, они... Я не знаю, вот ты их чувствуешь, вот ты их слушаешь, да, и чувствуешь что-то такое вот искреннее, что-то доброе. Я не знаю перевода, я не знаю, да, но просто именно вот ощущение сами по себе складывается чего-то такого чистого, искреннего, доброго, да, и... Очень душевного, что-то такого, в чём есть душа. Я не знаю, как иначе это описать словами, просто... Нельзя сказать, типа, что где-то как-то эта музыка мне подходит, что я там от неё там кайфовал бы, но оно нравится. И, услышав где-то в какой-то другой раз, если в случае добавления там к себе, к примеру, типа, там, в ту же самую, как правильно сказать, в тот же плейлист, да, ты бы не отказался послушать в очередной раз. То есть я, как это я пытаюсь вам объяснить, пусть это где-то как-то не ваш стиль музыки, да, то есть не то, что вы обычно слушаете, но вам всё равно понравится, потому что в этом что-то есть. Это чем-то цепляет. И тут не нужно, чтобы был там очушительный какой-то, типа, там, вокал или музыка, подходящая непосредственно именно к вам. Здесь что-то... В них прослеживается что-то большее. Может быть, я завышаю это, но это, по крайней мере, я описываю именно свои ощущения, то есть у меня это так. То есть ты это слушаешь, и, не знаю, какая-то... Просто круто. Если в плане Наруто, когда я слушаю, это какая-то такая вот ностальгия, да, типа, там, воспоминания, потому что ты полностью просмотрел это аниме, оно тебе полюбилось, понравилось, и поэтому ты начинаешь думать, что эти, в принципе, тебе опенинги, и тебе нравятся, потому что вот у тебя такие вот приятные впечатления касательно конкретно именно аниме. Здесь же нет. Я просмотрел меньше четверти, да, и каждый опенинг, он крутой. Его очень приятно слушать, и каждый из них мне сильно понравился. Я не могу вспомнить такого, который мне абсолютно где-то как-то не зашел и не понравился, но серьезно. Вот просто что-то такое, в чем есть душа, и ты это чувствуешь, ты это понимаешь, ты это осознаешь, и это тебе нравится, вне зависимости от того, какой стиль в музыке, в общем, тебе нравится. Как-то это так. Это, наверное, все, что я могу сказать. Ну и при просмотре его было слегка грустно. Слегка грустно. Такая грустинка напала, знаете, из-за чего? Потому что ты смотришь... Я понимаю, что, скорее всего, все еще поменяется, и все будет хорошо, да, но после нескольких предыдущих серий, которые я просмотрел, начинаешь именно грустить вот по тому, когда Мугивары вместе, и когда у них все хорошо, да, когда они все рады, когда они все счастливы, когда они друг за друга, брат за брата, то есть именно вот вместе, сообща, а сейчас все вот именно таким вот образом, как будто бы они разошлись, да? Ну, то есть потеряли Гоинг Мэри, потеряли Усопа, причем при таких обстоятельствах, да? И ты смотришь в этом опенинге на счастливого Усопа, который улыбается, который радуется, и ты понимаешь, что ты скучаешь по нему, да? Понимаешь, что были моменты, когда не то, чтобы он где-то как-то бесил или еще что-то, нет, такого не было, а просто, что... И тогда ты смотришь, типа, и думаешь... Были такие моменты раньше, типа, когда думал, что он где-то как-то там слаб, или что, может быть... Я не знаю, как это описать, то есть, что при первых, может быть, таких-то сериях, что ему как-то не место здесь, да? Но спустя вот столько серий ты понимаешь, что ты уже настолько именно ко всем им привык, и каждый из этих персонажей тебе настолько нравится, что ты просто-напросто не в состоянии отказаться от любого из них, да? И вот наблюдать за этой вот неполноценностью, которая на данный момент творится среди команды Мугивар, да, крайне грустно. Вот просто смотришь на его улыбку в опенинге, и тебе хочется его снова увидеть, тебе хочется, чтобы он вот просто пришел сюда, да, сейчас, где не находится, и просто улыбнулся, просто ляпнул какую-то хуйню, и ты будешь счастлив. И видеть его именно вот таким, каким он был, то есть серьезным и пытающимся сражаться именно против своего Накама, против своего друга, и видеть вот это вот его лицо, это на самом деле было больно. То есть его хочется, может быть, видеть таким серьезным, но в случае, когда вы сражаетесь где-то против кого-то, или когда вы защищаете кого-то из своих Накама, но никак не когда вы нападаете друг на друга, да? Когда вы вместе, мне, когда они вместе, мне хочется видеть в них именно вот улыбку, счастье, вот это вот все. А так сейчас без корабля, все вот сейчас на них в Water 7 нападают, что творится с Робин, непонятно, что дальше будет с Усопом, и где он в данный момент находится, тоже неясно, непонятно. Чоппер по поводу этого всего очень сильно переживает. Санжи также переживает и уверен, и по поводу Усопа, и по поводу Робина. То есть именно вот все, все грустные, нет этого вот у них искорки вот в глазах, нет вот этого вот веселья, которому ты привык, и который ты хочешь видеть. Может быть, я слишком надолго затянул, и слишком долго об этом говорю, но просто почему-то захотелось вот высказать свои какие-то ощущения и чувства касаемо последних серий, последних событий, которые произошли на протяжении этих серий. Вот это вот, наверное, то, что я чувствую внутри, вот смотря и... Ну, то, что у меня вот, получается, было внутри, то, что я прочувствовал, смотря вот этот вот опенинг. Как-то так. Эпизод 259. Луфи, дайте мне встретиться с Сайсосаном. Это какое-то недоразумение. Это никак не может быть, Робин. Думаешь, мы позволим главному подозреваемому встретиться с Сайсбергсаном? Верно, виджите их! Они хотели убить героя нашего города! Задайте им! Постойте, что с вами? Ах ты! Эй, дамочка, если не ошибаюсь, ты ходила тут с Мугиварой? Значит, ты его Накама! Правда? Да, я своими глазами видела. Мы тебя не отпустим! Так ну не душите хотя бы, ёб твою мать! Можете держать, но не душите-то! Мами! Отпустите меня! Я сказал, отпустите меня! Что мы вам сделали? Нас не обманешь! Как вы смели стрелять в Айсбергсана? Да ты нахуй девушку-то душишь, дурак! Мы вас живьём не отпустим! Эй, прекратите! Говорю же, мы ни в чём не виновны! Да, у Робин не было никаких причин стрелять в Айсбергсана! Говорите, что хотите! Так или иначе, здесь вам двоим придёт конец. Напав на этого человека, вы стали врагами компании Галилейла! Равно, как и всего, Уотер Севен! Ну, если они будут нападать, придётся им давать где-то какой-то отбой, да? Ну, придётся, ну а что ещё делать? Не давать же себя убить, правильно? При этом это будет означать то, что ты даёшь убить из своих накама тоже. Что такое, Могевара? Даже сопротивляться не будешь! Так он не хочет! Повторяю, у меня нет причин с вами драться! Поскольку пистолеты против тебя бессильны. Но они настроены крайне серьёзно и решительно. Да. Прямое попадание! Нет, он уклонился. Пронесло. Ну, Луфи сейчас всё, что делает, это просто обороняется. То есть, знаете, это какая-то такая вот патовая ситуация, потому что будешь пытаться им противостоять и будешь пытаться где-то как-то с ними сражаться, и ты тем самым как бы подтвердишь как бы их слова и их претензии по отношению к вам, да? То есть, ты подтвердишь то, что вы на самом деле именно где-то какие-то там агрессоры, преступники и так далее, да? А в случае, если не будешь ничего делать, не будешь пытаться защищаться, ну, чревато тем, что просто-напросто вас могут убить. И вот непонятно, что делать. То есть, есть типа выход именно не бить сильно, а просто где-то как-то обездвижить, да? То есть, обороняясь, обездвиживаясь, чтобы эти люди не смогли причинить тебе где-то какой-то вред и попытаться убежать, попытаться от них скрыться, да? Но они выглядят довольно-таки сильными, а довольно-таки сильного противника, тем более, когда их нападает несколько разом, да, на тебя одного, вряд ли получится довести до такого состояния, чтобы они не были побиты, но при этом как бы за тобой дальше не продолжали следовать. То есть, где-то как-то именно вот их обездвижить, да, это крайне проблематично. Одно дело, если на тебя нападает обычный человек с обычными какими-то силами, да, ты можешь его где-то как-то связать, там стукнуть чуть-чуть, и он как бы будет там лежать какое-то количество времени, да? Эээ, которые ты потратишь на то, чтобы смотаться. А здесь, что против них делать, пока не ясно. Пока не ясно, но если уж выбирать, между тем, сражаться с ними или же обороняться, лучше сражаться. Если есть вероятность убежать, убежать, но если бы даже и получилось бы, к примеру, у Луфи убежать, то у нами не получится, да? Да и Луфи так быстро не перемещается по городу, он пытался перемещаться, какая-то Буратино. Ничуть не помер от этого. Типа приглазили. Чёрт, никак не выбраться. Почему никак? Луфи? Класс, они в него попали! И все люди... Эээ, ничего меньшего от компании Галереила я и не ожидал. Все люди там, эээ, оооо, там кричат, все довольные. А если в вас нечаянно от дачи что-то прилетит? Ну мало ли. Выстрелят Луфи, отрикошетят как бы от резины. И вам в кого-то привлетит. Кого вы будете осуждать? Мугивар, конечно же. Эээ, они напали. Чё вы нахуй здесь стоите, блядь, устраиваетесь? Просто по козуху где-то какую-то, не знаю, там, толпа собралась. Посваливайте отсюда, а здесь опасно. Какой-то где-то рандомный нечаянно удар прилетит. Да банально Луфи шандарахнет по кому-нибудь из этих плотников. И этот плотник улетит в людей. И причем улетит с такой силой, что можно как бы этим людям ноги шеей попереламывать, да? И потом будут обвинять его в этом. Ей, 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 ей. Так приятно на душе война. Да, так этот парень точно отдаст концы. Спасибо, Ваинда. А ты чё радуешься, блядь, припездок? Только что уёбывался. О, это я хочу ему дать пиздюлей. Ну, а сейчас уже, типа, спокойно смотрит за тем, что плотники с ним взорваются. Ну так давай продолжай. Разберись с плотниками и продолжай. К тому же сколько раз вам повторять. Грозный парень в трусишках, блядь. Не смейте отнимать у меня противника! Галилейла! Потерпи чуток. Вот поймаем его, тогда и тобой займёмся. Но зачем вы пытаетесь поймать моего врага? Нет, бесполезно. Слова до вас не доходят. Паули, берегись. Галилейла, бегите. Фрэнки задумал что-то опасное. А это что за пушка? Кангер установлен. Чуть раньше он снес этим тот гигантский кран. Кран? У него пушка. Бегите, Галилейла! Вперёд, война, Аники! Нет, я не стану стрелять пушечным ядром. Я выстрелю воздушным ядром. Скорость которого превышает скорость звука. Воздушным. Это опасно, бегите! Ну, всасал он уже огромное количество воздуха. Что? А воздушная пушка это сильная пушка. Удары ветром! Это похуже, чем пушка, ебать! Во-первых, имеет режущие, бля, да? Силу. Мне кажется, такой Луфин нанесло бы довольно-таки сильный урон, да? Где-то как-то могло бы его даже порезать. Не так, да, и слаб со своими перемочками. Чёрт, что это сейчас было? Нас всех ударило ветром. Ещё один кран падает. Спасайтесь, он на всех раздавит. Быстрей! Чёрт! Давай, ручься! Ручься, трохлитая берь! Кто он такой? Как вообще возможно существование киборга? Да, я в душе не ебал. Но... Благодаря ей я освободилась. Нами бежим! Луфи! Ты в порядке? Меня таким не остановить! Ну, я так и думал. Но я ничего не понимаю. Нужно найти способ... Да разберётесь в более спокойной обстановке. Но теперь-то невозможно! Эй, смотрите! Могевары убегают! Вот, блин! Нас окружили! Нами! Держись крепче! Постой! Не упустите их! Главное, не въебись! Вот нормально. А то, если бы ещё с нами въебывался бы во всё, то это нафиг было бы. А был бы это Зоро, въебался бы в здание. Или Санджи. Обнял её красиво, конечно. Обнял хорошо. А я его не вижу. Чоппер, тут довольный, что пришёл, да? Возможно, он пока не может двигаться. Но мы больше не можем идти в открытую. Чоппер, ты готов? Хотите пробраться незамеченным? Думаете, что кто-то будет вас атаковать, что ли? Эй-эй! На нас идёт прилив, называемый Аквалагуной! А, таким образом. Весь город идёт под воду. Молодцы! Даже побережье скроет! Они подумали, что если они ему расскажут, он не поверит просто, да? Здесь нельзя оставаться! Да, да, здесь нельзя оставаться! Нужно искать убежище в более высоких местах! Да, да! Давайте искать убежище! Убежище, убежище! Убежище, убежище! Ну, голоса, что он их узнает? Убежище, убежище! Или нет? А если не услышал, ребята, на это у вас был план? Может, она вообще не может нормально двигаться? Уходим! Кто это сейчас здесь кричал? Обязательно вважите, убежище! Пойди убежище, усоп! Не, ну, красавцы, парни! Что-то пробилили какой-то! Если подумать, ветер и правда очень сильный! На корабле, наверное, не стоило бы прилива бояться, но... На корабле, который уже практически идёт ко дну... Это уже дело другое. Топливо, а какое тебе топливо нужно? Вмешались, блин, гады приставучие! То есть, значит, это не просто так работает? Типа, когда он захочет, может, типа, там, стрелять, пулять и так далее... А именно, когда... Есть где-то какая-то подзарядка. Теперь надо узнать, сколько ему нужно для того, чтобы подзарядиться, какая конкретно ему нужна подзарядка, то есть, чем он должен именно подзарядиться, и насколько этой вот подзарядки, если она фуловая, хватает, то есть, для подобных каких-то атак. То есть, я до этого пока что думал, что он, наверное, может спамить ими, не переставая, да? Что ему просто нужно время на подготовку для того, чтобы всосать определенное количество. Но нет, ему нужно еще топливо. Это вообще... Логично. Это как бы правильно, да? То есть, это... Это B равно баланс. То есть, если бы он мог спамить постоянно, это было бы не так сбалансировано. Ну, а еще некоторые моменты, знаете, можно будет, зная это, раздать ему пиздюлей. Да и в общем, когда он просто заряжает свою эту хуеболду, можно ему набить ебало за это время, пока он заряжает, да? Особенно, если у тебя довольно-таки неплохая скорость. Можно саспины обойти и настучать по его этим, блядь, треугольным трусишкам, блядь. Но после заправки я с ним разберусь. Со 100 миллионов ему недаром дали. Он хорош. Боже правый! И кто, скажите на милость, просил вмешиваться этого Фрэнки? Ну, сегодня и день. Как бы то ни было, мы не можем дать ему уйти. Сегодня ночью Аквалагуна. Сбежать из города они смогут лишь... Воспользовавшись последними двумя рейсами морепоезда, ведь их корабль уже не годен на путешествия, собирайте информацию. Отправьте на поиски всех работников Галилейла. Мы закончим все до заката. Баба, вот и вот, Арсевен! Смотри, не вывались из окна! Вот он, главный офис компании Галилейла. Он связан с первым доком. Смотри. Здесь повсюду репортеры. И плотники тоже сюда подтянулись. Айсберг-сан внутри этого здания? Ты действительно хочешь идти? Конечно. Я лично спрошу у Айса-сана, почему он назвал Робин преступницей. Не забывай, мы теперь тоже поставлены в положение преступников. Но вы под таким положением все время плаваете. Мы должны быть в какой-нибудь комнате находится айсберг. Но и осторожность не помешает. Тут согласен. Луфи-план не нужен. Да кто это? Это? Стоит было? Все-таки наехали на Робина, Луфи будет всеми силами биться для того, чтобы доказать ее невиновность, да? Как минимум, хочет сам услышать это от айсберга. Он решил заявиться среди бела дня? Неужели он пришел завершить неоконченное? Где он? Идите на третий этаж. Где плотники? Они ищут по острову. Их нет. У него красная майка и соломенная шляпа. Защитить айсберг-сана. Это Могевара. Куда он пошел? Где? Где он? Так открывай каждую дверь, если попадаются. Там, по сути, найдешь. Идиот! Никаких пистолетов! Не стрелять! Не тревожь айсберг-сана! Прошу извинить! Снаружи стало шумно! Ма, что там? Могевара Луфи вторгся в здание! Калифа, у меня есть просьба. Привезти его. Он, может быть, попросит. Знаете, он вот обвинил, как бы, Робина, само собой. Он ее видел, да? И какого-то чела. Но, может быть, он понимает то, что... В общем, все Могевары к этому не причастны. Но он, по-любому, должен был увидеть в них именно то, кем они являются. В данный момент именно, когда он с ними общался, разговаривал, то есть, разговаривал с нами, Луфи, Усопом. По людям же, ну, плюс-минус, как бы, видно, какие они, да? Хотя зачастую... За вот таким добрым личиком и под таким добрым личиком может скрываться что-то гораздо более жестокое, да? И что-то видеть где-то какого-то монстра, но не знаю. Все равно, может быть, он для себя именно почувствовал то, что Могевары не такие уж где-то какие-то плохие, не такие уж и преступники, да? Вот, и, может быть, чуть больше знает о Робин, нежели об этом знают Могевары. И понимает, что она могла где-то перебиться кому-то еще, да? Ну, хрен, мне кажется, что он именно попросит где-то как-то позвать его, чтобы переговорить с ним один на один. Вот он! Черт! Сколько их? Он перепрыгнул на второе здание, за ним! Да! Ну вот. Ну вот. Калифа-сан, вы не видели пирата? Нет, не видела. И я попрошу вас так не шуметь. Айсберг-сану нужен покой. Да, хотьте нахуй. Прошу нас извинить. Могевара сюда еще не добрался. Нужно поставить здесь караул. Он обязательно придет сюда. И знаете, это вот то, что он сюда ворвался, это не выглядит. Ну, может быть, некоторые подумали бы, что это выглядит где-то как трусость. То, что на вас напали там плотники, и вы тебе пытаетесь дать заднюю для того, чтобы они вас не трогали, потому что испугались их силы, да? И поэтому пытаясь где-то как-то добраться до айсберга и где-то как-то именно доказать ему, что вы этого не делали, да? Но нет, это в моем понимании так вообще нигде никак не выглядит. Это наоборот выглядит сильно. В том плане, что тот, за кем охотится там на данный момент практически там весь город, за которым охотятся все плотники, сам идет к ним в руки практически. Для того, чтобы доказать невиновность своего Накама. А это сильно. Это человек силу этим показывает. Ма, да. Не, ну правда такова-то, да. Нет, это точно была, Робин. Закрой свой рот. Пистолет не поможет. Твои слова утратили свою силу. Я позвал тебя сюда, потому что у меня есть к тебе просьба. Сваливать. Когда мне еще раз встретиться с Ника, Робин? А, так мы не знаем, где она. Мы не знаем, где она. Но если ты приструнишь своих плотников, можем, по крайней мере, тебе гарантировать то, что мы приложим все усилия для того, чтобы ее найти, разобраться в этой ситуации. И потом в дальнейшем привести ее к тебе, чтобы ты с ней переговорил, да? Но если твои плотники и все остальные как бы люди будут вмешиваться и путаться под ногами, сделать это будет намного сложнее. Потому что придется постоянно на них отвлекаться, да? И нельзя будет где-то так-то именно спокойно заниматься ее поисками. Это пираты Могивары! Портреты преступников можно найти. Но паника по городу уже посеяна, поэтому где-то как-то это спустить на тормозах будет сложно. Преступники на этом острове! Робин, иди ты, твою нахуй мать! Давай рассказывай, что за хуйня происходит! Пираты Могивары повесить! Давай объясняю, какого хрена ты съебалась и что вообще? Продолжение. Надеюсь, надеюсь. Сокон, с тобой. Сейчас, кстати, прослушаем. Мы же, наверное, тоже не слушали. Надеюсь, что в следующей серии нам хотя бы частичку покажут и расскажут именно того, что вообще происходит с Робин, какого хрена вот она сидит, как обычно, со своим невозмутимым лицом, вот, именно объяснять, что она творит. Потому что, блин, Робин, твою мать! Надо объяснение! Надо объяснение, и чтобы твои где-то какие-то объяснения были логичны и были, не знаю, там, обоснованы, что ли, чтобы я увидел в ней где-то какую-то именно логику или увидел то, что тебе пришлось как бы это сделать, да, и пришлось пойти за этим человеком, что других вариантов не было. Может быть, где-то как-то угрожали остальным мугиварам, да? Если ты не пойдешь, к примеру, там, с ними. Может, еще что-то. Я не знаю, нужна какая-то весомая причина, почему ты бросила своих на Кама и упиздила непонятно с кем. Вот, надеюсь, частичку этого, может быть, в следующих сериях раскроют. А так, давайте пока послушаем. Перевод Костян. Озвучил Шачебури. Тайминг Динас. Озвучив мне адаптация проекта Анимедия.ТВ. Хотя не знаю, эндинг менялся или не менялся. Потому что даже если я его слышал, я не вспомню, слышал я или нет. Звучит музыка. Продолжение следует... а в эндинге так это будет а чтобы следующей серии в эндинге переплетены эти вот кадры я поначалу думал что она идет именно по как это от большего к меньшему да то есть постепенно именно начиная от арки water 7 и постепенно практически к самому началу нет там было именно в разнобой кадры из различных всех тех арк которые мы уже просмотрели какие-то именно ключевые моменты тех либо иных серий да но кажется вот вообще ни капельки незамысловато сделал на эндинг да вообще незамысловато просто показали как бы кадры с прошлых серий яра которые мы смотрели но все равно это было его было интересно посмотреть даже как то особо сильно внимания не обращаешь конкретно именно музыку а смотришь именно за этими картинками и это именно вот как-то сильнее ну то есть ты помнишь то что происходило да но это тебе помогает это вспомнить еще сильнее то есть при просмотре то вот то либо иной вот именно картинки то как они выглядели то как они во что они были одеты да ты сразу вспоминаешь именно момент который с этим был связан что в этот момент происходило и плюсом по всему начинаешь именно вспоминать что ты чувствовал в тот либо иной момент то То есть, это вот как флэшбэк. То есть, ты и так это все помнишь, а это заставляет тебя не только это вспомнить, но еще как-то вернуться именно в то время, когда ты это смотрел, да, и прочувствовать те эмоции частично, которые ты чувствовал тогда. Как-то вот так вот. То есть, тень сам по себе тоже неплохой и оформлен крайне просто, но при этом я бы сказал, что довольно-таки неплохо. Короче, да. Да, затянулась эта серия у меня, исходя из того, что я очень много болтал вначале, описывая именно свои ощущения касательно опенинга. Не знаю, может быть, я даже своими где-то какими-то этими описаниями где-то кого-то заебал, задолбал. Я этого не исключаю, не исключаю такого момента. Такое могло быть. Но мне хотелось именно вот описать, чтобы те, кому вдруг это интересно, понимали, что конкретно именно творится у меня внутри и что я чувствую. И чувствовал при прослушивании этого опенинга и в общем, что я чувствую на протяжении просмотра этих серий, которые я пока что посмотрел по Water 7, да. Вот, потому что это я чувствую не только тогда, когда я смотрел опенинг. Я это чувствую до сих пор, что мне хочется именно, чтобы всё вернулось на круги своя, вне зависимости от того, какой пиздец будет происходить именно с ними, но чтобы он происходил с ними всеми, да. И при этом они все держались именно дружно. Дружно и сообща, чтобы не было вот этого вот разрыва у них, потому что самое сильное, чего я не хочу, это разрыва и конфликта непосредственно именно внутри компании Мугивару. Всё, что будет там за ними, да, за грани вот этого и с ними всеми вместе, ради бога, пусть происходит, пусть происходит, но при этом пусть они остаются всё равно друзьями и верными друг другу. Вот, как-то так. Так что да, ребята, буду, получается, заканчивать, буду с всеми вами прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция, и всем доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok